Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы дождались торговой сессии в пятницу и впереди тот самый отчет, который может стать источником полученной латиности американского доллара и помочь нам, я думаю, уже финально разобраться в будущих действиях Федрезерва, которые связаны с ключевой процентной ставкой на сентябрьском заседании. Сегодня в 12.30 по GMT будем анализировать Non-Farm Perils. Это блок макроэкономической статистики, который включает уровень безработицы, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и, что еще может быть даже важнее, динамику роста заработных влаг, потому что это как раз та самая предпосылка, которая влияет на потребительскую активность и на фактический показатель по инфляции. В качестве разогрева до выхода данных по Non-Farm Perils у нас будет еще несколько европейских релизов. В 6.00 по GMT ждем данные по промышленному производству в Германии, в 9.00 по GMT статистика по ВВП еврозоны за второй квартал. И в качестве, опять же, финальной части текущей торговой сессии, это важно. После того, как выйдут данные по Non-Farm Perils, я бы рекомендовал вам, друзья, обратить внимание на комментарии чиновников Федрезерва. Это на выступлении Уильямса и Уоллера, особенно на комментарии Уоллера, потому что он известен как сторонник ястребиной политики. И, соответственно, было бы неплохо склонить его в лагерь трейдеров, инвесторов, которые ожидают начала смягчения экономической политики и поддерживают идею того, что нужно снижать ключевую процентную ставку. Индекс доллара текущей котировки 101 пункт даже, можно сказать, пониже. Я уверен, что у вас совершенно нет никаких вопросов, почему доллар остается под давлением. Доллар идет ровно туда, куда указывает статистика и перспектива радикальной смены вектора в национальной монетарной политике. Мы готовимся к снижению ключевой процентной ставки и все еще спекулируем на идее того, как сильно может зайти ФРС в плане масштаба снижения ставки. Будет ли ставка снижена в сентябре на 50 боесных пунктов, либо на 25. Вчерашний отчет по рынку труда EDP показал то, что в прошлом месяце американская экономика создала всего лишь какие-то жалкие 99 тысяч новых рабочих мест. Это существенно ниже, чем прогнозировали эксперты. И, конечно же, не нужно особо разбираться в статистике, чтобы понять, что это очень плохой показатель, который доказывает то, что данный сектор американской экономики охлаждается и испытывает серьезные проблемы, о чем я вам говорил уже миллион раз. До этого, кстати, за день был опубликован отчет по количеству вакансий. Джолдс, здесь тоже есть вопросы к релизу, потому что фактически их число оказалось почти на 400 тысяч меньше, чем прогнозировали аналитики. И я думаю, что это как раз и было прелюдией перед слабыми данными по EDP и фактически перед нон-фармами. Думаю, то, что вероятность сейчас очень высокая того, что мы увидим слабые релизы и в плане официальной статистики, то есть сегодняшние данные по нон-фарм перелс. Скорее всего, уровень безработицы останется на прежней отметке 4-3%, это максимум с 2021 года. Американская экономика вряд ли создаст после таких данных по EDP больше 150 тысяч новых рабочих мест, что в целом будет подтверждать уязвимости данного сектора. И то, что американскому регулятору нужно плотно за него взяться и отпустить тему с инфляцией, сфокусироваться на том, что вообще ФРС может сделать для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда. Конечно же, это снизить ключевую процентную ставку. Вероятность того, что ставку скорректируют на 50 байсных пунктов, сейчас составляет уже 43%. Мы начинали эту неделю с 28%. И думаю, что на следующей неделе, когда я подготовлю для вас очередной аналитический выпуск, у меня будет возможность констатировать значительное увеличение этой вероятности и показатели выше 50%. Золото – это 1517 долларов за тройскую функцию. Рост возобновился. Мы, в принципе, рассчитывали, что именно этот сценарий будет реализован. Рыночный сантимент – 30 на 70. Красивые значения. Толпа в продажах. Ждем продолжения будущего ралли. В пользу роста актива выступают не только сантименты и ослабление американского доллара, но и еще, друзья, состоявшийся обвал доходности американских облигаций. Десятилетние трежерисы просили до отметки 3,71%. Это минимальный показатель с мая 2023 года. Дальше будет только хуже. Кстати, здесь можно еще сделать отсылку на американский фондовый рынок, который обычно тоже выигрывает, когда снижается доходность американских облигаций. Поэтому присмотритесь, друзья, к индексу S&P 500. Даже если до конца недели этот индекс окажется еще, столкнется с еще одной волной распродаж, это все равно очень привлекательный, заманчивый уровень, чтобы открывать сделку на долгосрок, потому что дальше будут новые максимумы, потому что этому будут располагать решения, федерализировав по снижению ключевой процентной ставки. Доллар в иену 143 иены за доллар, обвал пары продолжается, слабость американского доллара и укрепление иены из-за вероятного повышения ставки Банка Японии в сентябре. Вчера вышли данные по зарплатам, по динамике. Зарплаты растут второй месяц подряд. В прошлом месяце они выросли на 0,4% против прироста на 1,1% в июле. Поскольку я всегда говорю, что здесь нужно в каждом отчете такого формата искать подсказку того, как он может повлиять на инфляцию, конечно же, можно рассчитывать на рост потребительской активности и усиление инфляционного давления, что позволит японскому регулятору снова поднять ключевую процентную ставку. Австралии с против доллара 0,6730. Данные по ВВП за второй квартал плохие цифры, снижение показателей с 1,3% до 1%, но здесь тоже нужно сделать правильный вывод. Экономика остается под давлением, конечно же, высокой инфляции, которая оказывает прессинг и на темпы экономического роста, и на активности потребителей. Вчера также было выступление Мишель Хабулла, которая возглавляет Резервный банк Австралии. Она повторила, что в прошлом месяце дискуссия по поводу того, повышать или нет, ставка была очень оживленной. Многие поддерживали идею того, что нужно поднять ее сразу до 4,6%, но пока решили оставить на прежнем уровне 4,35%. Но из-за того, что на рынке все больше предпосылок для усиления инфляционного давления, я думаю, что мы можем все еще говорить о том, что Резервный банк Австралии, так же, как и Банк Японии, поднимут ставку. Поэтому не забывайте, что здесь еще есть пространство для отработки очень хорошей фундаментальной идеи и для роста пары австралийцев против доллара к отметке 0,6970. Евро без изменений на фоне снижения курса американского доллара. Евро обновляет максимумы. Локальный сейчас 1,1115. Британская валюта тоже самая. 1,3175 будем тестировать, скорее всего, уже сегодня, уже в самое ближайшее время отметку 1,32. На фоне сильных данных по деловой экономической активности, промышленного сектора, сферу услуг, композитного показателя. На фоне риторики Банка Англии о том, что есть предпосылки для сохранения высоких показателей по приросту средних заработных плат. Это все то, что будет раскручивать вот этот маховик увеличения инфляции, которая, кстати, в прошлом месяце уже выросла с 2 до 2,2%. Смягчение экономической политики будет, но не раньше конца года. И можно еще попробовать выжать по максимуму из-за этого локального бучевого ралли и понаблюдать за баррой фунт-доллар выше уровня 1,33. Рынок нефти без изменений 72,70. Текущие котировки ждем 70 долларов за баррой. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока.